Продолжение следует... Вышивать, плести косы и украшать их цветами. Времена меняются, а интерес к украинской национальной символике и культуре только растет. Сегодня ни одно светское мероприятие не обходится без знаменитости, выбравшей в качестве своей прически именно косу. Сегодня мы будем делать прическу с элементами плетения. Сейчас это очень модно и актуально. Будем использовать национальную ленточку. Сделаем ее легкой, воздушной, как раз в стиль нашей украинской вышиванки. Для начала волосы нужно хорошо расчесать. Если волосы очень гладкие, делайте легкий начес у корней. Это укрепит плетение. Тонкие волосы предварительно лучше завить в кудре. Затем выберите прядь волос и разделите ее на три части. К одной из них мы подкладываем нашу ленточку. И начинаем плести традиционную косу, не забывая подбирать по одной пряди снизу. Просто плетем, продолжаем плести косичку, никуда не заворачивая ее. Просто идет легко по прямой линии коса. Когда мы доплели нашу косу вниз, зафиксируем ее маленькими резиночками. Далее, чтобы сделать нашу прическу объемнее, мы начинаем распускать косу. Ленточку тоже подтягиваем, чтобы она больше выходила и создавала нам такой рисунок объемный. Как только мы распустили нашу косу, тем самым сделав ее объемнее, зафиксируем другую сторону невидимками по ровной линии. И начинаем выкладывать нашу косу по кругу. Смотрим, вот понравился нам изгиб, вот здесь сверху, как он смотрится. Зафиксировали невидимкой. Смотрим дальше, чтобы форма хорошо держалась, прямо по ходу. И фиксируем. Можно добавить немного лака или блеска. Вы убедились, насколько просто делается эта прическа. Нам понадобилась всего одна ленточка и пару резинок. И вечерняя прическа готова. Эту вышиванку смастерила мне моя мама. Прическа, как прекрасное дополнение к национальному образу. Редактор субтитров А.Семкин